Теракт в Израиле. Автомобиль врезался в группу солдат. Эксперты отмечают рост количества спонтанных нападений, которые практически невозможно ни просчитать, ни предотвратить. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Теракт произошел на печально известном 585-м шоссе. Оно проходит по территории Западного берега. Автомобиль с палестинскими номерами врезался в группу военнослужащих. Два человека, солдат и офицер, погибли на месте. Еще двое получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние по-прежнему оценивается как очень тяжелое. За рулем машины находился молодой араб. Он в момент столкновения тоже получил ранение, попытался скрыться, но после предупредительной стрельбы был задержан. Следствие склоняется к мысли, что теракт был не подготовленным заранее, а спонтанным. И таких, по мнению экспертов, становится все больше. Беспорядки происходят и в Израиле, среди арабского населения Израиля, и среди палестинского населения иудей Самарии, особенно в Иерусалиме, то есть с обеих сторон зеленой черты. Это значит, что эти беспорядки имеют потенциал перегости в очень большой конфликт между еврейским населением Израиля и арабским населением Израиля, а также между евреями и арабами на территориях. Армия усилила меры по охране дорог и еврейских поселений. В районе, где произошел теракт, резко увеличено количество патрулей, туда направлена бронетехника, там идут тотальные проверки автотранспорта. В деревне, где жил террорист, военные провели обыски и обнаружили там оружие. Выяснилось, что 26-летний араб уже сидел в израильской тюрьме за терроризм и освободился около года назад. Следствие рассматривает только одну версию, что он действовал в одиночку. Такой спонтанный терроризм становится очень распространенным, и это тревожит службы безопасности, поскольку подобные нападения практически невозможно предотвратить. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер.